Здесь такая клавиша, которая залипает из-за того, что клавиатура была залита чем-то. Починим ее. Для ремонта клавиатуры и скрепки сделаем вытаскиватель клавиш. Дальше берем скрепку, расправляем ее, делаем из нее вот такую O-образную скобку. Дальше либо плоскогубцами, либо здесь ничего нет, кроме кусачек, сгибаем внутрь. Два-три миллиметра кончика скрепки, вот так вот, с углом 90 градусов. Так же поступаем со вторым концом скрепки. Вот у нас получился такой съемщик клавиши. Испытываем его. Вот у нас есть проблемные клавиши. Заводим скрепку. Снимаем клавиши и снимаем клавиши. Внимательно смотрим, что там залито. Ну, что-то сладкое и липкое. Чистим вот таким ватным тампоном в виде ватной палочки. Вата должна быть смочена спиртосодержащей жидкостью, но в крайнем случае водой. Наслоение сильно накопилось, застыло. Судя по всему, это чай или кофе. Клавиатура построена таким образом, что они выдерживают пролив. Но они, естественно, не могут выдержать, когда выпадает осадок и жидкость в виде сладкого сиропа. Когда клавиши начинают клинить либо залипать. Необходимо также почистить пульты клавиши. Вон они видно. Здесь шток покрыт сиропом. После того, как мы прочистили штоки клавиш и посадочные гнезда, можно установить клавиши обратно. Они устанавливаются легко и большим щелчком. Теперь цифровая клавиатура работает.